Трамбон. С итальянского тромбона. Буквально большая труба. С английского и французского тромбона. С немецкого пузауна. Европейский духовой амбушинный инструмент. Ходит в оркестровую группу меднодуховых музыкальных инструментов. Басово-тенового регистра. Трамбон. Состоит из длинной тонко свернутой металлической трубки. Содержной кроны, кулисы, раздума и миштука. За всю историю существования потерял минимальные конструктивные изменения. Появился в 15 веке. Современный вид преобразовался в поведении 19 века. Шарко променяется в опере и джаре. Трамбон известен в Европе с 15 века. От других медных духовых инструментов отличаются наличием кулисы. Особо передвижной U-образной трубки. С помощью которой музыкант изменяет объем заключенного в инструменте воздуха. Таким образом, достигая возможности исполнять звуки хроматического звукоряда на трубе, в алторне и тубе, этой цели служат вентили. Трамбон – нетраспонирующий инструмент, поэтому его ноты всегда записываются в соответствии с действительным звучанием. На некоторых тромбонах имеются добавочные кроны, позволяющие понижать звуки на кварту и на квинту, которые подключаются с помощью кварт-вентиля и квинт-вентиля. Трамбон – разнообразный по штрихам и технически подвижный инструмент. Обладает ярким, блестящим тембром. В среднем и верхнем регистрах, сумрачным в нижнем. На тромбоне возможно использование сурдины. Особый эффект для санда. Достигается скольжением кулисы. В современном симфоническом оркестре обычно используют три тромбона. Два теноровых и один басовый. Теноровые тромбоны строя B, C-бемоль малой октавы, в свою очередь имеют ряд разновидностей и условно делятся на узко, средние и широкомизурные. Басовый тромбон имеет акустический тот же строй, что и теноровый, и отличается от него только большей мизурой. Основная сфера применения тромбона – симфонический, духовой, джазовый биг-бенд оркестр. В ансамблях различных составов квартеты тромбонов применяются в церквях для замены органа и дублирования голосов певчих, а также в сольном концертном исполнительстве. Появление тромбона относится к XV веку. Принято считать, что непосредственными предшественниками этого инструмента были кулисные трубы, при игре на которых у музыканта была возможность передвигать трубку инструмента таким образом, получая хроматический звукоряд. Такие трубы использовались для удвоения голосов церковного хора, учитывая сходство тембра трубы с человеческим голосом. Нужно только было достичь сходства интонации, для чего и сделали кулису, дающую хроматизм и вибрато. За время своего существования тромбон практически не претерпел радикальных изменений в своей конструкции. Первые инструменты, по сути представляющие собой тромбоны, назывались сагбутами. От французского «сакке» – «тянуть к себе», «буте» – «толкать от себя». Они были меньше современных инструментов по размеру и имели несколько разновидностей по регистрам певчих голосов, которые удваивали, и тембру, которых подражали сопрано, альт, тенор и бас. Сагбуты благодаря хроматическому звукоряду сразу стали постоянными членами оркестров. Небольшие усовершенствования сагбутов привели к появлению в XVII веке практически современных инструментов, которым в это время уже стало применяться итальянское слово «тромбоны». В середине XVIII века основной сферой использования тромбонов была церковная музыка. Чаще всего этим инструментом поручалось дублирование певческих голосов. Постоянным членом оркестра тромбон становился только на рубеже XVIII-XIX веков. Как правило, в состав оркестра входили три тромбона – альтовый, тоноровый и басовый. Так как на сопроновом тромбоне с его маленькой кулисой трудно было играть чисто, тогда же тромбон резко сменил амплуа. Из-за игры высоких регистра, где его торжественный тембр сливался с блестящим тембром церковных песцов, он перешел в мрачный низкий регистр, оставив верхнюю теснитуру трубом и волторным. Сумрачный тембр тромбона ассоциировался со сверхъестественными силами, потусторонним миром и использовался в характерных сценах оперных спектаклей. Люк поручил трио тромбонов в сопровождении погребального хора в Альцесте, хора Фори и Орфей, а также драматический эпизод в Офигении в Тавридии. Вольфган Амадей Моцарт использовала у тромбона почти исключительно в вопперах. Особенно трагичнее звучат тромбоны в сцене с командором Дон Джоанни и в церковной музыке, в частности в ретвине, где этому инструменту поручено соло. У Ледвига Ван Бетховена тромбоны впервые появляются в финале Пятой симфонии, используются в дальнейшем в Шестой и в Девятой, в Ротой и Христос на Масленичной горе, других сочинениях. Композитору принадлежат три пьесы «Драй Куаль» для квартета тромбона. У Бетховена тромбон снова сменил амплуа. Теперь главным стал блестящий верхний регистр, а его тембр использовал в светлых героических эпизодах, хотя есть и мрачные образы. Сцена в тюрьме из оперы «Фидели». Бетховен сделал три тромбона постоянными членами оркестра. Новое амплуа тромбону придал Рихард Фапнер, используя и мрачные роковые низы «Золото Рейна». В дальнейшем эта линия продолжена была Петром Влечом Чайковским и блестящие верхи «Полёт Валькирий». Он, однако, открыл благородную середину и стал использовать тромбоны как важнейший инструмент «Любовные релики». Широкому распространению тромбона способствовали многочисленные ансамбли и оркестры духовых инструментов, выступавшие по всей Европе и Северной Америке. В эпоху романтизма композиторы обратили внимание на выразительные возможности тромбона. Верез писал, что этот инструмент обладает благородным и величественным звучанием и поручил ему большое соло во второй части траурно-триумфуальной симфонии. В первой половине XIX века активно развивается сольное исполнительство на тромбоне. В 1839 году лейпцигский музыкальный мастер Кристин Задлер изобрел квартвентель, позволивший понижать звуки тромбона на кварту, что позволило извлекать звуки из так называемой «мертвой зоны». Отрезок звукоряда недоступный из-за конструктивных особенностей тромбона. Предпринимались попытки приспособить к тромбону систему вентиля наподобие механизма трубы и волторни. Однако это нововведение не получило распространения из-за того, что такие инструменты, хотя и выигрывали в технической подвижности, значительно теряли в звучании. Их тембр приближался к жестокому и мрачному тембру басовой трубы. Во второй половине XIX века формируются мощные по сравнению с прошлым мануфактуры по производству инструментов, такие как Холтон, Кон, Кинг в США, Хейкель, Зиммермен, Бессен, Куртуз в Европе. Выходят из практики некоторые разновидности тромбона, например, альтовый и контрабасовый. Как и на других медных духовых инструментах, основным принципом игры на тромбоне является получение гармонических созвуков путем смены положения губ и изменения длины столба воздуха в инструменте, достигаемая с помощью передвижения кулисы. При игре кулиса выдвигается правой рукой, а левая рука поддерживает инструмент. В тромбоне существует 7 позиций, положение кулис, каждый из которых понижает строй инструмента на полтонна. Каждая позиция соотносится с определенной комбинацией вентилей на вентильных инструментах, в том числе на вентильном или помповом тромбоне. В первой позиции кулиса не выдвинута, а в седьмой выдвинута на максимально возможное расстояние. Основной тон – звук, получающийся от колебания полного столба воздуха в инструменте. Основной тон, который называется педальным звуком, можно получить на всех семи позициях. Это зависит от мастерства исполнителя, так же, как и его громкость.